Ассалам алейкум, архматуллахи ва баракату, хмир вам и благословения Всевышнего. К вашему вниманию очередной выпуск в виде журнала Фонда Ердам, в котором события не только сентября, но и конца августа. Среди главных новостей это то, что два проекта Фонда Ердам получили господдержку, победив в конкурсах Фонда президентских грантов. Об этом и в других новостях в нашем выпуске. Фонд Ердам совместно с компанией ICL системной технологии к началу нового учебного года провел акцию «Помоги собраться в школу». Дети из 20 нуждающихся семей получили компьютерное оборудование. Среди значимых событий с сентября – победа Маляки Гельмудиновой на выборах в депутаты Казанской городской думы 4-го созыва. Участвуя в выборах, как самый выдвиженец, вице-президент Фонда Ердам победила в Зареченском одномандатном округе номер 6 с большим отрывом от конкурентов и уже приняла участие в первом заседании Казгордумы, новый состав которой приветствовал и президента Татарстана. В сентябре близ центрального входа на территорию комплекса Фонда Ердам появилась многофункциональная торговая площадка. Это небольшой павильон, в котором уместился салон с большим выбором праздничных букетов и цветов на все случаи жизни, сувенирный магазин с широким ассортиментом товаров и не только исламской тематики и достаточно вместительное кафе, в котором также широкий ассортимент и выбор блюд восточной кухне. Появлению данного объекта помог казанский предприниматель Наиль Абдулин. Как отметил председатель Совета Фонда Ердам Ильдар Боизитов, площадка станет хорошим подспорьем для фонда и поддержкой его благотворительной деятельности. Наиль Абдулин был награжден Орденом Фонда Ердам за благотворительность и милосердие. А председатель Президентного Союза Общественных Деятельностей Республики Татарстан Александр Доренков вручил Наилю Абдулину медаль Союза Общественных Деятелей Татарстана за заслуги перед обществом второй степени. Акция «Дорога жизни», которую фонд Ердам запустил во время самоизоляции, помогла многим казанцам, без малого 100 тысячам. Благодаря ей инвалиды различных категорий, одинокие пенсионеры, малоимущие, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной, иностранные студенты, люди, независимо от их конфессиональной и национальной принадлежности, ежедневно получали бесплатное горячее питание в ланчбоксах, бесплатные продуктовые наборы, медикаменты по необходимости и средства индивидуальной защиты. Только с 1 апреля по 23 мая было приготовлено почти 75 тысяч порций обеда, а в мероприятии приняло участие порядка 90 волонтеров, которые безвозмездно развозили еду подопечным. Помимо этого, ежедневно, кроме выходных, силами сотрудников и волонтеров фонда проводилось и осуществляется и поныне кормление горячими обедами малоимущих и людей без определенного места жительства. Акция, которую поддержали тысячи казанцев, не осталась незамеченной. Ваша работа в проекте «Мы вместе» для огромного количества людей, помимо материальной помощи, дала гораздо больше. Она укрепила веру в людей, она укрепила веру в добро. Я на сцену приглашаю за подошли аплодисменты. Ильдар Равкатович Боязитов. В Москве заместитель главы администрации президента Сергей Киренко от имени президента России вручил организатору «Дороги жизни» Ильдару Боязитову памятную медаль за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». В трудные времена нужно думать о тех, кому еще труднее. И это сблизило нас и раскрыло многогранный характер наших волонтеров. Потому что у нас действительно помощь была оказана независимо от национальной, конфессиональной принадлежности. И волонтеры у нас – это не просто студенты, это директора магазинов, предприятий. Памятные медали от президента России вручали и в Казани. Среди награжденных – вице-президент фонда «Ярдам» Малика Гельмуддинова. Награду вручал Ильсур Мешин. Чествование тех, кто помогал казанцам в период самоизоляции, проходило в городской ратуши. У добрых дел нет границ, нет разделения по политическим мотивам, по национальной или религиозной принадлежности. Мы знаем, например, что среди волонтеров, которые помогали мусульманскому благотворительному фонду «Ярдам» в его проекте «Дорога жизни», были представители самых разных национальностей и конфессий. Они помогли 99 тысячам человек. И не думали, какой религии придерживаются те, кому нужна помощь. Благотворительность, добросердечие, волонтерство – мощный объединяющий фактор. И я рад, что в Казани с каждым годом это движение набирает обороты. Все больше становится людей, готовых помочь просто по зову души. Более 70 волонтеров, благотворителей, предпринимателей, активных участников общероссийской акции «Мы вместе» получили благодарственные письма от мэра Казани. Медалью грамоты главы государства Владимира Путина за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» награжденный президент Национального исламского благотворительного фонда «Ярдам» Ильга Масмогилов. Данные награды подчеркивают значимость инициатив, реализуемых фондом, на благо наших сограждан. Значительная часть подопечных «Ярдама» по-прежнему нуждается в помощи и акция «Дорога жизни» из временной переросла в системный проект фонда. Проект стал победителем специального конкурса президентских грантов Российской Федерации 2020 года по направлению социальное обслуживание, поддержка и защита граждан. При условии софинансирования в ближайший год и три месяца фондом еженедельно будет раздаваться по 80 продуктовых наборов, ежедневно по 50 ланчбоксов с горячей едой, будет раздаваться малоимущим и людям без крови над головой. Общая сумма расходов на реализацию проекта чуть больше 9 миллионов рублей. Время окончания грантовой поддержки по реализации проекта 31 декабря 2020 года. В середине сентября в центре фонда «Ярдам» стартовали курсы реабилитации по проекту «Видеть и слышать сердцем». Этот проект по социальной бытовой реабилитации незрячих и слабовидящих уже получал грантовую поддержку, и эта поддержка продолжится, так как проект победил в этом году в очередном конкурсе грантов президента Российской Федерации. Стоит отметить, что из 3,5 тысяч проектов 2018 года он вошел в сотни лучших проектов фонда президентских грантов. Как всегда, проект «Проживание, обучение и досуговые мероприятия» для реабилитантов оплачивает фонд. Это уже вторые в этом году курсы по проекту «Видеть и слышать сердцем» и первые, которые проводятся при новом совместном финансировании с грантом президента Российской Федерации. Традиционно программа курсов насыщена, как на учебные занятия, которые каждый выбирает по своему желанию, так и на культурные мероприятия, в которых с удовольствием участвуют все реабилитанты. Я очень доволен, что я посетил этот музей, и желаю, чтобы все приезжали сюда и также посещали этот музей, потому что попасть, не знаю, может быть, когда и кто, когда с этой пандемией, а так, что мы приехали и получилось у нас, я очень рад. Курсы реабилитации по проекту «Видеть и слышать сердцем» для многих самые желанные и ожидаемые. К примеру, уфимец Камалиев Эльдар, один раз побывав в Ердаме, теперь всегда готов приезжать. После того, как я в прошлом году с августа по сентябрь был, с тех пор я все, постоянно все новости, все вместе с Ердамом живу, как говорится. Я приехал, все обнимают, о, молодец, что приехал, что нет. Не раздумывая, говорит, я говорю, да нет, я даже не раздумывал, все, говорю, сразу же. И согласен, что хоть 10-20 раз приехать, без проблем. В общем, тебе здесь нравится? Ну, я говорю, я приезжаю сюда как домой к себе. Здесь все родные, все, все хорошо. Приехав уже в третий раз, Раиль Гатауллин из Иржевска раскрывает один из секретов магнетизма Ердама. Я уже когда уезжаю домой, и буквально через месяц, может, через два звонить начинаю, когда же можно по-новому приехать. Вот так и постоянно в ожидании живу у нас. То, когда, конечно, незрячих много, места иной раз не бывает, ждем в ожидании постоянно уже. А когда вот место освобождается, я с радостью постоянно еду сюда. Тут, как сказать, ну, как разница, ладно, дома тоже там родственники, все вроде, все нормально вроде, все хорошо. Близкие родственники, ну, видите ли, в чем дело? Они зрячие, потому что, ну, толком все равно они наш мир не понимают. А вот когда вот сюда приезжаешь, мы общие тут, кругом, может, незрячие, у нас, как сказать, одна проблема, нет, не проблема, конечно, у нас своя жизнь там уже, потому что все друг друга понимают, и когда вот всегда друг другу помогают уже, понимают и помогают. Потому что мы живем, как говорится, в одном котле варимся уже. Поэтому так. И поэтому как-то уж беру, как в гости, как к своим родственникам приезжаю. Поэтому я рад, очень рад. Большинство из тех, кто стал участником конкурсов в сентябре, приехали впервые. И теперь тоже надеются, что будут здесь чаще. Мало того, что здесь мы живем с такими же, как мы, с инвалидами, но мы живем еще и в достаточно необычных условиях. И получаем очень такую большую поддержку. Потому что о нас, ну, для меня это очень необычно, как о нас здесь заботятся. Я бывал во многих местах. И вот здесь мне вот эта забота понравилась практически о каждом человеке. Вот это для меня очень показательный момент. Потому что в других местах, когда попадаешь, там бывает, что там, вот как в армии говорят, дедовщина, там еще что-то, а вот тут обо всех. Вот человек не туда пошел, его развернули, его сориентировали, а куда вы идете, а что вам нужно и так далее. Это не везде есть такое. На восстановлении работает здесь. Человек характер, здоровье там все это, ну, тяжелые мысли. На восстановительный процесс. Как ни говори, здесь все сделано человека, это инвалидом. Улучшение своего состояния, там, и здоровье, и сами все остальные. Я очень довольна. Я же сожалею о том, что я поздно узнала про этот центр. Ну, а отношение к мусульманству изменилось? Да, да. Мне даже хочется, чтобы православные храмы тоже организовали, центры революционные такие же, по примеру, вот этого центра. А здесь еще приезжают же со всех концов нашей необъятной России. Из Ростова-на-Дону я с ним беседовала. Из Кирова женщина приехала. Из Братска, Иркутской области, из Братска. И уже не первый раз они приезжают. Это же говорит о чем? Что им все нравится. А какие занятия проводятся интересные. Ну, психолог с нами работает. Это же здорово. И грамоте компьютерной обучают. Весь обслуживающий персонал шел удивительно. Такой дружелюбный. И вот для меня это удивительно. Так встречают все всегда, знаете, с улыбкой. Хорошо я смотрю на них и думаю, я попала куда-то в рай. Как здесь хорошо. А потом здесь так программа. Директор нас собирала. Маляка Ханом и рассказала. Это о храме, подробненько, о мечети. И мне очень понравилось. Мы ездили на экскурсии. Обзор она была по Кремлю. Экскурсия была обзорная по Национальному музею. Музей Боротынского. Мне это очень понравилось. Такая погода еще стояла замечательная, солнечная. И очень довольна. Курсы реабилитации завершатся в середине октября. В последний день сентября в Шадре мечети Ирдам прошла пресс-конференция, посвященная проекту «Видеть и слышать сердцем» и его грантовой поддержке. Об этом отдельный сюжет смотрите на Ирдам ТВ. Всех вам благ и дохранит вас Аллах. Ассаламу алейкум. Уарахмуту лахи. Вабарагат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok